Молоко для себя и для соседей. Амчанка Наталья Погорелова снабжает своей молочкой Мценской, отправляет продукцию за границу области. Около двух тонн в сутки мы сдаем молока. Плюс у нас реализация молока идет на рынке. У нас есть торговая точка, мы населению продаем. И продаем молоко. Приходят к нам на ферму люди, которые живут в городе, в ближайших деревнях. Они приезжают, покупают наше молоко. Сливки мы делаем, творог мы делаем из нашего молока. А так мы основную массу молока сдаем на завод молочный, город Карачев. Молочные реки надо обратить вспять и увеличить производство, говорят региональные власти. Сырье будет востребовано в Орле. На площадке бывшего Данона начинает работу новый завод. Строительство ведет предприятие, входящее в группу компаний уральского региона – сыробогатов. Нужно молоко. Молоко и сыропригодное молоко. То есть с определенными показателями. Я понимаю, что сегодня мы можем уже вести речь, видя ваши темпы строительства, увеличение молочного стада в области для того, чтобы поставить сырье. Да, это обязательно просто. Гарантированно можно сейчас уже ставить вопрос о 200-300 тоннах в сутки молока, дополнительные объемы, которые при введении второй очереди будут востребованы. Для региона это знаковый проект по запуску ваших мощностей, потому что и молочное стадо, и население постоянно ставит вопрос, когда мы будем увеличивать поголовье молочного стада. Действительно, это поддержка и не крупных форм хозяйствования, и крупных в том числе. Потому что мы заинтересованы, потому что существующие сегодня перерабатывающие производства, они не всегда готовы принимать молоко и отдавать качественную продукцию. Поэтому очень рады, что вы столь активными темпами работаете, и видно, что по сути строите новый завод, высокосовременный, высококачественный, и самое главное, знаете, куда будет реализовываться продукция уже. А это в цепочке, да, в цепочке это важный момент. Я думаю, что и наши, после сегодняшнего материала, думаю, что наши аграрии, инвесторы обратят внимание, потому что они тоже всегда зададут вопрос. Мы будем возрождать молочное стадо, куда будем сдавать молоко. Все хотят, чтобы в регионе и производство находилось, и добавленная стоимость ставалась, и рабочие места. Как говорят строители, легче построить заново, чем реконструировать старое здание. Предшественников тут вспоминают часто и наращивают темпы строительства. Первый этап у нас уже будет запуск, это начало марта. Первый ввод оборудования, то есть, ну, выйдем на объемы, ну, в течение, наверное, трех-четырех месяцев после марта. Второй этап у нас по времени возможен от полутора лет, где-то вот ориентируемся на это. То есть, когда выходит на полную мощность, около 400 рабочих мест на предприятии будет задействовано. Орловский молочный комбинат, так будет называться предприятие, в планах производства полутвердых и рассольных сыров, а также открытие цеха сгущений и сушки сыворотки и многое другое. На Орловщине не так много предприятий, которые занимались профильной переработкой молока. Сегодня мы говорим о запуске первой линии, которая предусматривает введение около 200 рабочих мест. И второй этап – производство своей линии по изготовлению сыров разной направленности. Даже не буду перечислять их, большое количество. Но для региона самое главное, наверное, другое. Что сегодня мы уже, видя реализацию этого проекта, можем вести переговоры с инвесторами по увеличению молочного стада. По сути, вдвое. Вот имеющийся сегодня объемов – это 200 тысяч тонн молока, которые нам нужны дополнительно для того, чтобы наполнить и предприятие. Но для региона это новые рабочие места, это налоги, это возможно появление нового орловского бренда. Я за это выступаю. Я думаю, что мы сегодня, проработав технические вопросы оказания содействия, заинтересованы. Как и говорили, нужно поддерживать тех, кто уже показывает здесь результаты. Сейчас в нашей области реализуется губернаторская программа реальной инвестиции. Помощь тем, кто намерен развиваться и инвестировать на территории Орловщины. Надо всем поддержать и посмотреть по льготам, по налогам, посмотреть техническую сторону. Потому что я буквально 15-20 лет назад был на этом заводе. Он был хороший работающий завод. Сегодня мы видим, что практически строится новый завод с новым оборудованием. И, конечно, есть технические подключения, согласования. И вот сегодня в кратчайшие сроки это надо сделать, потому что это, прежде всего, нужно агропромышленному комплексу. По официальным данным, с инвестором ведутся переговоры о реализации еще одного проекта. Речь идет о строительстве оптового распределительного центра.